мы переустановили обновили ядро и смотрите у нас все драйвера virtual бокса слетели то есть опять у нас маленький экранчик как-то нужно спасти эту ситуацию хорошо что мы теперь умеем работать с пакетным менеджером поэтому мы сейчас восстановим ситуацию итак открываем терминал я выбираю профиль терминала который я сделал специально чтобы можно было видеть профиль демо вот такой большой профиль су волшебный пароль набираем и так что нам нужно почему такое случилось потому что по умолчанию у нас драйвера ставится под конкретное ядро ядро обновилось надо обновлять драйвера для linux есть обходной маневр нужно установить специальный пакет который является промежуточным звеном между ядром и драйверами и таким образом один раз у нас драйвера мы можем их цеплять к разным ядрам для этого нам нужно чтобы были установлены грауп лист смотрим значит что у нас довольно тунс установленные коллекции средства разработки установлены грая констов смотрим грауп инсталл средства разработки он сейчас нам скажет что они он обновляет их на самом деле давайте обновим их значит средства разработки сейчас обновили быстренько они небольшие у нас у вас может быть не нужно обновлять когда мы ставили мы выбирали профиль со средствами разработки просто-напросто и так обновляю значит дальше мы должны будем установить хедро ядра это пакет кэмэл дэвэл и дальше собственно пакет который позволяет нам цеплять драйвера любые модули к любому ядру этот пакет называется дкмс сейчас он просматривает устанавливаем средства дкмс находятся не в основном репозитории как бы это считается что дополнительное средство которое нельзя употреблять в корпоративной среде чтобы она не нарушала стабильность она находится в дополнительном репозиторию которые называются и поле сейчас мы установим этот репозиторий он установит в юм репо файл репозиторию вот смотрите просматриваем вот у нас какие тут репозиторию установим и пыль релиз установили он находится в репозитории экстра мы смотрели что несколько репозиториев смотрим что у нас у нас появился репозиторий и пыль и теперь установим из этого репозитория дкмс мы смотрим что он из и пыль ставится надо было у нажать конечно по умолчанию но стоит ставим дкмс значит нам это уже не нужно хост клавишу устройства подключить образ дополнений вот он появился и просит запустить давайте запустим просит пароль ввести пароль мы ввели и вот он ставит дополнение виртуалбокса но если мы в прошлый раз ставили дополнение виртуалбокса под конкретное ядро то сейчас он должен универсально скомпилиться под текущее ядро и при смене ядра он должен остаться вдруг вам захочется обновить еще обновиться ядро и чтобы эти драйвера остались это модули компилит при обновлении всей системы вам следует внимательно смотреть чтобы он обновился до конца он может не обновиться а перегрузиться и тогда у вас система рухнет и вам придется ее или переустанавливать или восстанавливать по кусочкам так вот все закрыли окно давайте захватим мышку оп а он уже сразу схватился мышка уже ходит свободная ну и и перестартуем вы знаете я не могу попасть мышкой в кнопку перестартовки и у меня запустился да как то она странно стала работать давайте давайте мы откроем наш терминал нет давайте мы отсюда машине завершить работу вот так вот так вот перезапустить перезапуск давайте посмотрим перезапуск давайте посмотрим пошла запускаться центоз вот у нас на весь экран графический режим перешел то есть то чего мы хотели добиться и мышка теперь уже нормально функционирует все теперь вы можете пользоваться опять преимуществами драйверов virtualbox что